С вами снова, как всегда, я Тима Ам, и вы на моем канале. Сегодня же я вам расскажу про автомобиль. Это военный автомобиль от технопарка. Это ВПК 3927 Vogue. Давайте сначала расскажу про характеристики этого автомобиля. Базовая машина, защищенная кабиной и отдельным бронированным функциональным задним модулем. Вот он, задний модуль, если что. Вот такой. Это бронетранспортер с целым защищенным функциональным модулем, соединенным с кабиной. Создавался он как машиномедпункт, как скорая помощь. Грузовое. Грузовое, как грузовой автомобиль. Ну и, соответственно, как бронетранспортер, потому что, если видно, есть пушка такая, пулеметный, пулемет. Я рассказал характеристики ее. Это российская машина, ну, автомобиль. Это заметно по флагу. На двери. Так, давайте посмотрим сам автомобиль. Как я сказал, автомобиль от Технопарк. Соответственно. Сдает назад и едет. Ну, знаете, конечно, могла бы ездить побыстрее. Ну, так как она сделана почти-почти очень много из железа, потому что корпус железный, все-таки тяжеловато моторчику возить все-таки. Так, давайте посмотрим, что в ней открывается. Открываются передние двери. Правда, это сделать не так уж и легко. Ну, возможно. Ну-ка, ну-ка. Оп-оп. Открываются передние двери, но я думаю, что почти в каждых автомобилях открывается передняя дверь. Так, самое интересное, что открываются еще и задние двери. Опачки. Там довольно просторно. Я думаю, что даже две мини-фигурки Лего туда очень хорошо и влезут. Так, сейчас я вам скажу, сколько здесь рядов посадочных мест. Так, спереди я вижу два посадочных места. И получается, если вот тут еще посмотреть, то еще здесь три посадочных места. Получается всего пять. И плюс отдельно большой очень багажник. Это автомобиль довольно проходимый. Ну, по нём видно, что он всё-таки проходимый. Чем-то похож на тигр. Особенно передан. Прям так хорошо похож. Ну, так как это военные автомобили, я думаю, что они все похожи. Так. Очень старый набор, старые машины военные, они почти полностью, не почти, а полностью делали из железа. Сейчас же они немножко начали, им начало быть жалко денежек. И у них уже появились пластик. Какое-то колесо, кстати, оно сюда вообще не вписывается. Вот это вот пластмассовое, прям чувствуется такой дешевый пластик. Ну, и можно было бы детализацию хоть какую-нибудь сделать. Можно было бы сделать обычно такое колесо. Так, дальше вот. Не знаю, если честно, что это. Похоже на какие-то палатки, вещмешки. Сам пулемет такой вот. Он тоже из пластмассы. И выглядит, конечно, хотя бы, может, хоть в цвет могли бы постараться. А так получилось, что, видите, не состыковка. Вот так вот вдалеке, если вот так даже еще вдалеке сделать, то вроде состыковка. А если вот так совсем вблизи, то уже видно, что совсем другой цвет. Смотрится некрасиво. Так, дальше. Ну, пролит он достаточно хорошо. Нет нигде таких больших косяков, чтобы они прям были заметны. Так, что еще можно по ней рассказать? Немножко кшатаются колеса. То есть, как бы, за свои деньги можно было бы там и чуть получше сделать. Но все равно это, как бы, модельный автомобиль. Это не чтоб с ней играться, а чтоб поставить на полочку. И она так стояла. Я вам рассказал про этот автомобиль практически все. Я думаю, если вам заинтересовал вот такой автомобиль, то вы можете очень легко перейти в Яндекс и спокойно посмотреть его побольше. Узнать полные характеристики этого автомобиля, где и как он предназначался. Я вам рассказал лишь самое важное и самое интересное, как я считаю. С вами был я, Тима А. Если вам понравилась такая рубрика военные автомобили, то у меня их много. Я могу вам снять еще очень много таких автомобилей. И не только так, как у меня есть и танки, и БМП, и различные бронетранспортеры. А если вы наберете 50 просмотров на это видео и больше, давайте, к примеру, просто 50 просмотров, и я снимаю новое видео с Нивой военной. Ну что ж, с вами был я, Тима Ам. Всем удачи, всем пока!